В рабочие будни анапчане стали говорить на тему затрат, экологии и проезда. О том, что большинство компаниям с российским капиталом планируют увеличить зарплату уже в первом полугодии, задумались около 2000 анапчан. Цифры привели известные по трудоустройству порталы. Однако, не все согласны с прогнозом о 10% надбабке. Анапчане уверены, что если кто и поднимет зарплату на курорте, это будет несущественное повышение. Проблема узких проездов и разгрузки транспорта снова актуальна в интернет-сообществах. Жители Анапы недовольны, что грузовики перекрывают дорогу, соответственно, попасть домой становится сложнее. Жители улицы Горького, 68, вынуждены стоять 15-20 минут и ожидают, когда разгрузится Почта России. Автор публикации призывает разгружать ее с другой стороны. Комментаторы утверждают, что это невозможно. Уже спустя пару часов появления, тема набрала более трех тысяч просмотров. Экологическая тема после праздников тоже набирает обороты. О том, что сдать батарейки на утилизацию во дворе храма Серафима Саровского возле южного рынка, узнали больше пяти тысяч анапчан. А комментаторы добавили еще несколько адресов. Одной из тем обсуждения стали законы, вступившие в силу в январе. Индексация материнского капитала, электронные трудовые книжки, ответственное обращение с животными и другие изменения в законах заинтересовали тысячи анапчан. Автор следующей публикации поделился, что после шторма он нашел украшения, игрушки и монетки. К чему приводят поиски сокровищ на пляже? К криминальным разборкам или к находкам? Анапчане считают, что к первому и советуют автору быть аккуратнее.